Как геодезисту зарабатывать больше, при этом работая меньше? Нет, это не инфо-цыганство. И нет, это вопрос не философский. Все достаточно просто. Я постараюсь объяснить. Допустим, вы на своей работе делаете 8 задач за 8 часов. То бишь, по одной задаче за каждый час. Ну, вы не паритесь, делайте и делайте. А представьте, если вы вдруг эти 8 задач будете делать не 8 часов, а 4 часа. То есть, за половину отведенного для вас времени. Спросите, куда делать остальные 4 часа. А я вам скажу, вы можете, по-русски говоря, прорюбиться, посидеть в ТикТоке, поговорить с родителями, ну и так далее. А можете преподнести это все руководству. Что вот вы такой молодец, что вы работаете быстрее, что вы достаточно эффективный сотрудник, поэтому дайте больше плюшек. В принципе, это все работает. Теперь перенесемся к этому ролику. Есть такой формат GeoJSON. Но вы спросите, а при чем есть программирование? Да при том, что этот формат GeoJSON может спасти геодезическое общество своей универсальностью и своей возможностью, скажем так, нам, геодезистам, меньше работать. Да, смотрите ролик до конца. В конце ролика я разыграю одну подписку программы GeoRecounter на год. Да, эта программа снова также выручает. И дает возможность работать с форматом GeoJSON на более высоком уровне. Итак, что такое GeoJSON? GeoJSON переводится как JavaScript Object Notation, что означает описание объекта в JavaScript. То есть это некий обменный формат, который используется для, скажем так, обмена информации между одной программой и другой. Предположим, есть формат JSON, в нем можно запихнуть даже биографию человека, какого-то конкретного, а потом при помощи какой-то программы сделать визуал этой биографии. Также и с GeoJSON. Позже я расскажу, как это работает на практике. Но, допустим, есть информация, пространство информации об каком-то объекте, то есть что он на себя представляет, его наименование, описание, координаты и так далее. Этот формат, собственно, помогает все распознать. Существует не так много программ, которые распознают этот формат, но программа GeoRecounter, моя любимая программа, это все делает. Разберем несколько случаев. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров. Предположим, вы делаете изыскание, вам необходимо скачать кадастровый план территории, но вы не знаете, в какие кадастровые кварталы попадут ваши границы изыскания. Вот у вас, допустим, есть граница изыскания, условно говоря, объекты все очень условные, я их придумал только что. Что вылетает? Это полигон. То есть я нарисовал полигон. Вы нажимаете экспорт метки и создаете полигон. Можно КМЗ, КМЛ, без разницы. Потом заходите вы в программу GeoRecounter. Моя любимая программа GeoRecounter. Да, это тоже рекламный обзор. Это программа платная. Но в конце ролика я расскажу, как эту программу получить бесплатно аж на целый год. Стоит она не так дорого, но жизнь упрощает капитально. Это, кстати, отсылка к началу ролика. Как можно упрощать свою жизнь и делать одну работу быстрее, чем это вы делаете, допустим, два года назад. Итак, заходим в GeoRecounter, нажимаем Работа с геоданными, указываем здесь вот VGS 84, исходный с темой координат и результирующий с темой координат. Нажимаем файл открыть. Можно через открыть, можно переносом сработать. Указываем полигон 35. Есть. Он говорит, что этот KML файл стоит из полигона и, соответственно, все углы полигона указаны уже с теми координат 84. Далее переводим ее. Ну, как переводим, просто перекидываем из исходной в результирующую колонку. И теперь нажимаем экспорт. Тут очень важно. Есть два вида экспорта в GeoJSON. Первый – это формат 3857. Это формат Росреестра. То есть, чтобы понимали, в нем, в Росреестре, координаты хранятся в системе координат Меркатора. То есть, Коперечный проект, ну, Меркатор, она описывает большую часть местных систем координат. Поэтому, ну, с точностью плюс-минус там несколько метров, да даже метров 10-20, он покажет правильно. А больше и не нужно. Вам же нужно примерно понимать, где, вообще, примерно понимать, где на публичной кадастровой карты находятся ваши границы. Раньше, кстати, в Росреестру, ну, публичную кадастровую карту можно было загружать КМЛ-ки. Я всю голову ломал, думал, может, это какое-то импортозамещение. Нет, формат GeoJSON вообще придумали не мы, придумали англичане. Вот. А потом мне уже Алексей, автор программы, Георикантер, объяснил, что это просто удобный формат обмена данными, не более того. Экспорт GeoJSON. Указываем Росреестер. Сохраняем. Теперь заходим на портал. Я уже экспериментировал немного. Нажимаем. Тут нажимаем рисование. Нажимаем открыть. Указываем Росреестер. Открыть. Появились наши, наш полигон. Нажимаем отобразить. И вот он есть. И вы уже смотрите, какие кадастровые кварталы, кадастровые участки, кадастровые районы попадают на границу ваших изысканий. Просто прекрасно. Теперь. Также, кстати говоря, через Георикантер можно выдернуть из формата DWG какую-нибудь, ну, скажем так, границу работы у вас в автоказовском виде она находится. И перекинуть сюда. Ну, посмотрите, пожалуйста, ролик предыдущий. Я про Георикантер делал подробный обзор. Показывал все его возможности, все его фишечки. И так далее. Теперь. Допустим, вам нужно этот же полигон использовать для поиска исходных пунктов на портале Роскадастер, чтобы заказать выписки и, скажем так, иметь исходные данные легитимно. По поводу этого портала я тоже делал ну, не обзор, а стрим. Он в закрытом доступе. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Я подробно описывал там, как с ним работать, как заказывать пункты и так и далее. Теперь нажимаем экспорт, указываем экспорт GeoJson ОГС. Это уже формат в шарте-долготе, как это любит, Роскадастер. Нажимаем, указываем Роскадастер, сохраняем. Есть. Экспорт, хорошо. Теперь заходим в Google Chrome. Это, ну, собственно, защищенный браузер, потому что он работает, потому что вы здесь, когда заказываете пункты, используете ЭЦПшку для подписания заявления. Ну, все там, все серьезно. Итак, подать заявление нажимаем, пункты ГГС, указываем, что нам интересует пункт государственной геодезической сети. Давайте дойдем примерно до района наших, условно говоря, изысканий, указываем описание, укажем, что это Саратовская область. Саратовская область. Так, пространственный поиск, тип поиска. Можем нарисовать полигон, можем загрузить GeoJSON, загрузим GeoJSON, прикрепить файл GeoJSON, указываем, какой файлик нас интересует, открыть, и вот он появился, наш полигончик, видите. Понятно, если вы работаете в средней полосе, то вы там начинаете ориентироваться по речкам, по озерам, по населенным пунктам, ну и примерно как бы описываете область, если вам нужно заказать пункты с запасом. А если, допустим, это где-нибудь в Якутии или там на Ямале, где никакого ориентира нет, вы не понимаете вообще, где находится ваш объект, вот на этой карте. То есть, также это очень удобно использовать. Итак, далее нажимаем применить, и видите, он нашел пункты только внутри этого полигона. То есть, не более, не более. То есть, у меня, в основном, полигон с запасом, то есть, где-то может быть вот тут у меня изыскание, а полигон я взял с запасом. И вы сразу же нажимаете на все пункты, добавить заявление и формируете. Очень, очень удобно. Так, ну теперь давайте перейдем к более интересному применению этого чудо-формата GeoJson. это формат вот, есть сайтик, экстракт BBKai, BBB Ike, вот, он содержит в себе различные карты открытых улиц, называем так, OpenStripMap, которые можно выгрузить в растровом формате, вернее, в растровом формате, в формате GeoJson и перевести его в кат. Удобно? Удобно. Сейчас покажу. Итак, указываем здесь формат AllsmeoGeoJson 7ZXZ название выгрузки пускай будет 1. Указываем вашу почту и указываем территорию. Так, ну допустим нас интересует вот этот населенный пункт. Нам, предположим, нужно сделать какой-нибудь ситуационный план, чтобы показать основные водоемы, основные дороги, основные там границы населенных пунктов, сами здания, там лесные угодья и так далее. Допустим, вот, указываем Here, указываем границы, допустим, нету здесь ограничения, формат сугубо в добровольных начатах будет сделан, видите, можно задонатить. Так, нажимаем выгрузить, есть, все. Теперь нам нужно подождать какое-то время и нам на почту придет файлик в формате GeoJSON. Итак, спустя 7 минут появилась ссылочка на скачку, мы заходим, нажимаем продолжить, проверяется безопасность, но там все безопасно, я потому что использовал. Так, сохраняем и вот он файлик в GeoJSON. теперь мы копируем ссылку на него, очищаем GeoRecounter от старых работ, указываем здесь слева VGS84, справа указываем SK64, зона 2, но на моем случае, в вашем случае это может быть другая результирующая система координат. Так, зона 2 указываем, все, теперь файл открыть, GeoJSON, открыть и как видите, если оценить содержимое этого файла, то здесь есть треки, они же полилинии, есть полигоны с координатами, есть точные объекты и так далее, пересчитываем их все в MSK, теперь нажимаем волшебную кнопочку перенести данные в CAD, открываем фотокатовский формат и видим, что он все перекинут, все уже в координатах, вам скажут, все 4 зоны 2, давайте цвет укажем красный, чтобы было лучше видно, и увидите, то есть все наши домики, наши здания уже в автокатовском виде, наша речка, давайте его откроем, вот, то есть видите, речка одна, речка вторая, гиперссылка сразу некоторые с вики-маппи подхватывают название и дублируют через гиперссылку нахуй, потом, что у нас еще из интересного, если здесь какие-то, вот ведь пионерская, коровники, видимо, то есть все, что будет на этой карте, он перенесет в CAD формат, и даже где-то будет замкнут, то есть даже где-то будет фигуры замкнуты, линия будет замкнуты, так что где это можно использовать, я повторюсь, где ваша фантазия укажет, то есть, ну, я, например, вижу использование при формировании каких-нибудь ситуационных планов, то есть, там, кто будет разбираться, где вы это скачали, или нарисовали, тем более, вы же все равно будете все это редактировать, поправлять, так далее, но, в теории время на ситпанте можно использовать меньше, особенно, если это какая-нибудь пердула, где всякие лесугодия, рек много, озер много и так далее, и так, как получить программу GeoReCounter бесплатно на целый год, все просто, быть подписан на этот канал, и оставить под этим видео любой комментарий, через недельку мы разыграем победителя, друзья, спасибо вам за просмотр, и так, как же получить эту программу GeoReCounter бесплатно на целый год, да, очень просто, быть подписанным на этот канал, и оставить под этим видео любой комментарий, через недельку мы разыграем случайно одного победителя. Итак, друзья, не поверите, но мне, как гражданин этой страны, выгодно, чтобы мои коллеги, мои сограждане были гораздо умнее и трудолюбивее, чем они есть на самом деле. Так формируется развитие. В этом и есть ответ на вопрос, который я поставил в самом начале. Саморазвивайтесь, и будет вам счастье. Мира вам. Пока.